Премия Гомельского облсполкома «Человек года» вручается ежегодно на протяжении вот уже 12 лет. Стало доброй традицией накануне главного праздника Белорусской государственности, Дня независимости Республики Беларусь, уделять внимание людям, которые отлично трудились в течение года. Решением Гомельского облсполкома учреждены 7 номинаций премии. Это «Руководитель», «Человек на земле», «Открытие», «Служу Отечеству», «Лидер», «Призвание» и «Мастер». Люди года Гомельщины – это работники разных сфер деятельности. К примеру, герой сегодняшней программы, человек, который начал свой трудовой путь и до сих пор продолжает работать в сельском хозяйстве. Речь о Михаиле Копинском. По итогам работы в 2018 году он одержал победу в номинации «Руководитель». Но возглавляет он сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесье Агроинвест» в Петриковском районе. У всех за неких годов керамнистов предприятия отрывалось и досягнуть годных выникал. Почему планы молодого электромеханика Михаила Копинского, который после окончания техникума собирался отработать в сельском хозяйстве 3 года и поехать жить в город, не осуществились? И как удалось стать первоклассным руководителем? Об этом далее в программе. Михаил Копинский родом из Калинковического района. Рос в дружной, многодетной и трудолюбивой семье. А чтобы создать и обеспечить такую семью, как известно, нужно много трудиться. Среди Копинских лентяев не было. Работали все, от мала до велика. В большом подсобном хозяйстве каждый мог найти себе занятие. Когда уже начали подрастать, отец инженер-механиком работал. Когда я уже в восьмой класс ходил, он пошел сам на комбайн зерно убирать. Ну и нас начал привучать, чтобы мы тоже к этой работе привыкали, скорее всего. Потому что, ну и сразу старший, средний брат Леня пошел помощником. Но потом на следующий год я пошел помощником. Но когда уже закончил девятый класс, в десятый перешел, то пришлось уже комбайнером работать. На уровне мужиков, те, которые были в возрасте, я молодой. Я от них не отставал тогда, мне было интересно. Последняя фраза Михаила Копинского, пожалуй, как нельзя лучше объясняет, почему он все-таки остался в сельском хозяйстве. И что помогло достичь успеха. Интерес. Вот сила, помогающая двигаться нашему герою вперед. Я увлекался электрикой, мне это нравилось в свое время. Интерес, как оно, что такое электричество, для чего оно служит, и какие проводники для этого служат, какая защита должна быть для каждого, допустим, электродвигателя. После окончания школы Михаил Копинский поступил в Полесский совхозтехникум. Учился на электромеханика. Но обучение пришлось прервать на время службы в армии в Афганистане. После окончания учебы по распределению трудовой путь начинался в хозе «Березнянский» в Калинковичском районе. Руководитель хозяйства, ну, вот Михаил Анатольевич, ну, как бы, ну, такая профессия, как бы, незаметно. Начальник участка, она заметная работа. Вот. Ну, и как бы, вы в школу такую прошли, ну, и это работа с людьми. Давайте начнем именно отсюда работать. Наш герой вспоминает, тогда, как и многие молодые люди, он планировал от работы в три года уехать в город, жить и работать. Но труд на земле не на шутку влек Михаила Копинского. Он не только остался работать на селе, но и продолжил учиться в сельскохозяйственном направлении. Получил специальность агронома, обучился экономике. В совхозе «Березнянский» Михаил Копинский проработал 10 лет, 9 из которых начальником участка и 1 год инженером. Затем нашему герою в 35-летнем возрасте предложили возглавить соседнее хозяйство «Азаричи Агра». За три года директорского стажа Михаилу Копинскому удалось показать хороший результат работы. После удачного старта в роли руководителя, хозяйственнику Копинскому доверили одну из крупнейших хозяйств Калинковического района – Ксуп Капличи. Почти за 10 лет положение дел хозяйства улучшилось в разы. Оно работало эффективно и прибыльно. Ну а дальше трудовой путь Михаила Копинского тоже продолжился на земле, но уже на Петриковской. Вот уже 4 года Михаил Копинский возглавляет сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесье Агроинвест». Оно находится в Петриковском районе и является дочерним предприятием Мозорского нефтеперерабатывающего завода. Это сегодня «Полесье Агроинвест» – одно из лучших предприятий района. А на момент начала работы Михаилу Копинскому приходилось решать сложные хозяйственные вопросы. Прошлось писать свой бизнес-план, составлять свою программу «Как выйти, как накормить скот». Ну, у нас получилось. Всех кормов, которые хозяйствуют до 30 тысяч, 31 тысяч, я помню, на тот год, когда я принял, они заготовили, то мы на следующий год заготовили под 60 тысяч, потом под 80, и сегодня мы вышли на рубеж до 100 тысяч тонн. «Полесье Агроинвест» работает по определенной программе. Каждый комплекс хозяйства, как руководство к действию животноводов, имеет свои задания. Все прописано. Сколько должны надоить молока, какой получить среднесуточный привес с учетом кормов. А когда есть четко выстроенный план, тогда и работать намного легче и успехов больше. Поэтому за короткие 3-4 года мы, соответственно, из тех 18 тысяч тонн, 18 тонн, которых мы доили 4 года назад, мы сегодня доим 46 тонн молока, 45 мы продаем. Сельскохозяйственное унитарное предприятие «Полесье Агроинвест» сегодня – это 5 молочно-товарных ферм, 2 товарные фермы, свинокомплекс, комбикормовый завод, 14 тысяч гектаров земельных угодий. Если 3-4 года назад хозяйство получало 7-8 миллиардов выручки, то сегодня 30. В нашем хозяйстве насчитывается 2600 поголовья токодойного стада. На сегодняшний день мы реализовываем 45 тонн в физическом весе молока. На корову сегодня мы доим 19 литров. В среднем 19 литров. Что касается товарности, то на сегодняшний день у нас товарность реализации молока 96%. По качеству молока на сегодняшний день мы реализуем практически 100%. Идет у нас молоко только экстральным сортам. С большим воодушевлением рассказывает Михаил Копинский о своем хозяйстве. Это понятно. Ведь когда в дело вложено столько сил и есть отличные результаты, хочется делиться своим опытом, тем самым мотивируя и других не отставать. Мы с вами находимся сейчас на товарной ферме «Макаричи». Здесь у нас находятся чисто одни быки. Ферма предназначена на 2400 голов. На сегодняшний день среднесуточный привес мы получаем до килограмма. С выращивания воды 6 месяцев оттуда быки уходят на мясокомбинаты. Товарность мяса у нас получается 100%. В год мы производим до 2000 тонн мяса продаем в живом весе. Здесь ферма построена 4 года назад. Здесь было всего лишь 600 голов. На сегодняшний день мы за 4 года укрепили эту ферму. На сегодняшний день здесь 2400 поголовья. А, к примеру, на товарной ферме «Турок» выращивают телок. Здесь их 1600. Теля привозят на эту ферму на 21 день их жизни и выращивают до семенения. На всю страну предприятия «Полесье Агроинвест» известно выращиванием племенных свиней. Сегодня на свинокомплексе в отделении «Мышенко» их поголовье составляет 10 тысяч голов. Плема фермы считается у нас «Ланграц» и «Экшир». Свиньи, которые мы, ромотные свинки, которые выращиваем и продаем дополнительно на хозяйство, которое заполняем комплексы, которые новостроившиеся комплексы. 14 тысяч гектаров земельных угодий – тоже часть хозяйства «Полесье Агроинвест». Из них 10 тысяч составляют пашни. В 2019 году на предприятие собрали 8300 тонн зерна колоссовых и почти 4000 тонн кукурузы. Средняя урожайность составила 26,6 центнеров с гектаром. В этом году мы положили 65 тысяч тонн только кукурузного селоса и 25 тысяч сеножа. В целом у нас по хозяйству мы получили 40 кормовых единиц на условную голову. Это для хозяйства очень приемливо, это хорошо, потому что полтора годишный запас в нашем хозяйстве, он уже обеспечен. А кормов хозяйству действительно нужно много, ведь крупный рогатый скот здесь не выгоняют на выпас, придерживаются стойловой системы содержания и стараются кормить своих буренок вкусно, питательно и полезно. Мы видим плющенную кукурузу, которую мы плющим и залаживаем в чулки. Специально есть машина, которая плющит с консервантами и запросовывается в эти чулки. Потом эти чулки, они находятся в консерванции более месяца, 40 дней. И потом применяем кормовую смесь и кормим скот наш. Это добавляется в рацион кормления до 2-3 килограмм. Отсюда мы потом получаем продукцию, свое молоко. Мы находимся в селостной траншеи, откуда берем корм и развозим кормовые столы своим буренкам. Видите, какой на сегодняшний день, когда специально у нас кормораздальщик закупленный, который именно сам загружает, сам смешивает корм, и сам выдает и раздает. Смотрите, после него стена стоит, корм. Преимущество в том, что корма очень хорошо сохраняется. А еще, чтобы корм всегда был в достатке и под рукой, в хозяйстве построили новый комбикормовый завод, так необходимый для производства качественных кормов. Изготавливаться здесь будут абсолютно все виды комбикормов. Как видим, направлений работы на предприятия Полесье Агроинвест немало. К слову, есть в хозяйстве, пусть и небольшая, но своя пасека на 36 семей. Так что баночка меда всегда найдется в соцпакете работников предприятия. Здесь люди научились работать по-настоящему, и все потому, что им интересно. Интересно в первую очередь самому руководителю, Михаилу Копинскому. Именно интерес помог в свое время выдержать большую нагрузку в работе, когда трудовой день начинался в 5 утра и заканчивался за полночь. Интересно в том, когда работаешь и видишь свой результат. Свою работу когда видишь. Оно увлекает тебя еще больше именно на результаты работы. У предприятия Полесье Агроинвест получается быть лидером во всем. Два года назад оно стало лучшим по энергосбережению и попало на республиканскую доску почета. Все потому, что здесь не расточители, здесь экономят и берегут. Система GPS-навигации установлена на каждом тракторе и каждой машине. Электронная карта полей позволяет решать ряд актуальных сельскохозяйственных вопросов. Ну а что касается наград, то есть один показательный момент. Во время ежегодного чествования лучших работников сельского хозяйства в структуре концерна «Белнефтехим» традиционно за наградами на сцену поднимаются сотрудники Полесье Агроинвеста. А во время подобных мероприятий районного масштаба первые места исключительно у работников Михаила Копинского. Мы научились работать, мы научились готовить корма, хорошие корма, качественные корма. Сегодня нам надо научиться заниматься селекцией, это воспроизводство. Для того, чтобы дальше динамику соблюдать, правильную экономику, эффективную, чтобы мы работали, нам нужно дальше не сидеть, думать, думать и еще раз думать и работать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова